здравствуйте дорогие друзья под словом вселенная мы понимаем совокупность всего что существует в космосе вселенная так огромна что ее размеры трудно представить она состоит из миллионов звезд планет и громадных облаков газа разделены гигантским пустым пространством поглядите ночью ясное небо и вы сможете увидеть тысячи мерцающих звезд разбросанных по всему небосводу на самом деле звезд конечно намного больше но они слишком слабы чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом в телескоп вы сможете наблюдать миллионы звезд звезды распределены во вселенной неравномерно они сгруппированы в галактике каждый из которых содержит миллиарды звезд наша солнечная система крошечная часть галактики влечный путь звезды огромные шары раскаленного газа выбрасывающийся в пространство огромное количество энергии в виде светового и прочего излучения звезды состоят в основном из водорода и гелию содержат они и ничтожные доли других химических элементов например натрия и углерода астрономы выяснили историю рождения звезд на основе множества наблюдений различных звезд видимых земли звезды изменяются на протяжении своей жизни и в конце концов умирают где рождаются звезды новые звезды формируются внутри огромных облаков газа и пыль именуемых туманностями одни туманности яркие другие темные темные туманности содержит много пыли и поэтому закрывает цвет звезд находящихся за ними они выглядят как темные пятна без звездного неба в туманностях встречаются особенно плотные тяжелые области холодного газа под воздействием силы тяжести начинают разрушаться сцепление их частиц со временем сжимающиеся облака концентрируются по вращающиеся шары с массой горячей материи в центре возможно в этих горячих массах возникает ядерная энергия и они превращаются в новые звезды звезды различаются яркостью астрономы употребляют термин звездная величина самые яркие звезды имеют первую величину самые слабые из тех которые мы можем видеть невооруженным глазом шестую звезды различаются и цветом цвет указывает нам температуру звездной поверхности красные звезды значительно холоднее температура их поверхности едва достигает половины указанной величины с другой стороны голубовато-белые звезды имеют температуру поверхности раз в 10 выше скопление это звезды путешествующие вместе наша звезда солнце путешествует в космосе в одиночку но свыше 2 3 всех звезд перемещаются в пространстве с одним или несколькими звездными спутниками примерно половина из них имеет одного спутника в подобной системе звезды связаны с силами притяжения и вращаются одна возле другой некоторые звезды сильно сближены и похожи на двойные звезды но фактически не относятся к таковым они просто расположены в одном направлении от нас подобные пары называются оптическими двойными звездами некоторые звездные сочетания состоят из трех или более компонентов мы называем их множественными системами великолепным примером такой системы может стать третья по яркости звезда нашего неба альфа центавра эту систему образуют три звезды одна из которых проксима центавра является самой близкой к нам звездой после солнца новая звезда будет жить в течение нескольких миллиардов лет солнце например сияет в течение 5 миллиардов лет и должно светить примерно столько же но в конце концов всем звездам видимо предназначено умереть маленькая звезда подобное солнцу раздувается до величины красного гиганта потом гигант выбрасывает огромное количество газа и сжимается до размеров крошечного белого карлика более крупные звезды разбухают до размеров сверхгигантов а потом разрываются на куски этот взрыв называется сверх новой звездой после взрыва остается тело крошечных размеров называемой нейронной звездой если сжатие продолжается образуются черная дыра то есть область пространство с такой огромной силой притяжения что в этой области поглощается любая окружающая материя каждую ночь при ясной погоде тысячи звезд смотрят на нас с неба они сверкают подобно драгоценностям прикрепленным на темном бархат черный бархат бесконечного пространства когда вы начнете любоваться звездами и заметите изменения на ночном небе то можете считать себя приобщившимся к самому популярному времяпровождению в мире астрономии астрономии это одна из самых древних наук на астрономии это не только просто любование звездами она изучает движение планет появление и исчезновение комет а также незабываемые спектакли солнечного и лунного затмения спасибо за внимание а 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 Продолжение следует...